Девушки отдыхают Он считает возможным самому взять ответственность за свое здоровье в свои руки и стать здоровым Он убежден, что благополучие каждого зависит от его собственных решений Он, кладясь информацией о здоровье и методах его укрепления, в медицину пошел, как собственным словам, не по причине наличия близких родственников в белых калатах, а по велению сердца и души А теперь он еще большой друг Эпио, преподаватель курсов по подготовке инструкторов йоги Московского аштанга-йога-центра Федерации йоги в городе Москва Встречайте! Сын Голубей! Аплодисменты! Спасибо! Спасибо! — Какой момент начал? — Посадки, что перечисление моих мегальных займет больше времени, чем моя лекция. О, и еще! Спасибо, что сократил. Ну что, я рад вас всех видеть. Вы здесь не так академичны, сидите, это очень приятно. Я, Сергей Агатин, мне кажется, что, в принципе, из всех перечисленных вот этих достоинств, единственное, которым я действительно обладаю, это простота. Вот, это все мои студенты отмечают, что то, что действительно у меня неплохо получается, это просто объяснять какие-то сложные вещи, так? И поэтому сегодня мы с вами поговорим о тех растениях, которые входят в состав вот этого нового продукта, о котором я вам рассказал и показал Сергей, и даже успел осуществиться. Ну, сразу видный деловой человек. Мы с вами поговорим о том, что это за растения, почему они вообще работают, и почему это за растения. То есть, почему не взять и не предпочесть этим растениям, каким-то препаратом из них не предпочесть. Ну, то есть, это продается в обычной аптеке. Вы все знаете, что большинство людей по первости, да? Когда у них что случается, они что делают? Они идут в аптеку, находят ближайшее открытое окошко, это не всегда я, но, тем не менее, они стучатся, там выходят. Кто-то и говорит, да, что вы хотели, и человек осуществляет свою проблему. Говорит, у меня там что-то болит. Он говорит, ну, нет проблем, знаете, вот у нас вот эта вот витрина, примерно 6 на 9, там все обеспечивающее. Человек говорит, а мне что купить? Ну, говорят, что обычно? Вы говорите, а вот сколько денег? На какой человек? Ну, я не знаю, это самый неплохой вариант еще, да? И вы еще могут сказать, возьмите это, это берут все. Да, это тоже очень веский аргумент. То есть, если все берут и после этого не возвращаются, значит, ты не придешь, будешь решать нам спать. Да, какие еще есть аргументы? Ну, самое последнее, что, наверное, услышит человек в таком случае, сходите к врачу. Я вот ей честно скажу, что за всю свою жизнь, придя в аптеку, и это вовсе не связано с тем, что меня узнают в аптеке. Нет. За свою жизнь я ни разу в аптеке не услышал фразы, сходите к врачу и проконсультируйте еще не буду. По этой причине, именно по этой причине, вы все здесь сегодня сидите. Я объясню, почему. Потому что люди в определенный момент перестают в медицину верить. На мой взгляд, это неправильно, что в медицину перестают верить, но с другой стороны, ничего нельзя понять, какова реальность вещей. Они просто сталкиваются с ней. Она хорошая, но она далеко не всегда в развернутых людьми лицом. Чаще всего, в лучшем случае, боком левым. Да, иногда и другими частями тела. И естественно, что люди, они, знаете, ориентируются на замечательные слова наркома здравоохранения Симаши. Первый нарком здравоохранения в 1931 году. Он сказал замечательную вещь. Он сказал, здоровье трудящихся в руках трудящихся. И вот у меня такое ощущение, что до сих пор медицина, она продолжает жить по заветам наркома Симаши. Большинство людей сейчас, раз, второй, третий, третий, хотя в учебных учреждениях, они приобретают твердую лидность, что в принципе ходить туда не надо. Потому что в случае номер один им пропишут какой-то достаточно стандартный препарат, в случае номер два, скажут, знаете, это очень дорого. И все. Поэтому большинство людей сейчас, ну откуда, собственно, у нас такой всплеск, он периодически возникает, потом исчезает и снова появляется. Это всплеск такого интереса людей к диетам, к различным растительным препаратам, к различным домашним методам лечения, к той же йоге и к массе других вещей. То есть так называемым традиционным, в некоторых случаях нетрадиционным, так называют, методом лечения. Именно от того, что существует определенная ниша, не занятая со временем медициной. Она, к сожалению, пока эту нишу занять не может. То есть она не может сделать человеку все хорошо. Поэтому люди стараются это сделать сами. Поэтому вы этим людям в чем-то помогаете. То есть вы им что-то предлагаете для того, чтобы они могли решить свои проблемы, не перегружая и без того перегруженную систему здравоохранения. Почему в этом качестве, в качестве вот таких препаратов, веществ, чаще всего используют препараты растительного происхождения? На самом деле история физиотерапии, история медицины. Если мы с вами посмотрим, то, скажем так, препараты химического и синтеза, даже в западной медицине, стали применять в общем-то не так давно. То есть примерно с 18 века более или менее стали применять простейшие минеральные препараты. Растительные препараты до этого применяли на протяжении двух с половиной гарантированных тысяч лет. Если мы с вами посмотрим на древнеиндийскую медицину, рецептов слабительного полтора тысяч лет назад было описано 300. 300 растительных рецептов слабительных средств. Даже если сейчас придете в самую-самую хорошую аптеку, встанете у самого-самого большого прилавка, где будет висеть большая-большая табличка слабительной, сколько вы там найдете? Ну, в лучшем случае вы найдете там, ну, 20-25 оригинальных вариантов. Все остальное это будут различные торговые марки, которых, безусловно, тоже, наверное, наберется в 200-300. На самом деле на протяжении многих тысяч лет человек лечился травмой. Это факт, и ученые говорят о том, что это явление, это явление биоциноза, то есть человек и растение существовали на планете на протяжении очень долгого времени. Достаточно долгого для того, чтобы те люди, которые травами лечиться не могут, на которых травы не оказывают никакого лечебного действия, выберут просто. То есть у нас с фитотерапией происходил параллельный эволюционный отбор. Те растения, которые не полезны, они вымирают. Ну, по причине того, что люди их вырубали, если они, откровенно, не нужны. Либо вымирали люди, которые не пользовались этими с вами лекарственными растениями. В конечном итоге мы с вами, как плод эволюции, на самом деле рождены для того, чтобы решить травму. Это факт. Безусловно, безусловным еще является тот факт, что до настоящего времени, до 60% рынка фармакологических средств, это средства, извлеченные из лекарственных растений. Мы с вами возьмем лекарственное вещество бронгексид. Поднимите руки, кто знает, что этот препарат продается в аптеке? Все знают, что это. Почему? Потому что рекламу все. Кто знает, с чего делается этот препарат? А как нет, из чего он делается? Он делается из индейского растения Адатута Васика, которое для тех же самых целей применялось в Индии на протяжении полутора тысяч лет, гарантированно. Только письменные источники. Кто помнит, с давних времен применялся для лечения гипертонии препарат Резерпин или Рунатин? Поднимите руки, кто застал. Прекрасно. Знаете, с чего его делается? Из индейского растения Ру Вольфель-Сменина. Это можно перечисления часами проводить. И на самом деле, когда мы с вами посмотрим, послушаем это, почитаем, поинтересуемся, мы с вами, придя в аптеку, обнаружим, что на самом деле вот эта вот выхолощенная стерильная аптека, где человек в белом халате на фоне пластиковых стеллажей из стекла, вот эти картонные глянцевые коробочки, пытаются вам продать, на самом деле это метод практически не отличается, знаете, от избушки какого-то травника, у которого на стенах висят корешки, травки, ягодки по баночкам лежат, и он ходит вот сам, да, и говорит, съешь осиновые коры и взбодрешься до пары. Чай не химия какая, и природные дары. Вот, на самом деле отличий практически никаких. То есть, в действительности, когда мы говорим, что современная медицина ушла сильно далеко вперед, в каких-то вопросах там, в принципе, таких вопросов два. Это хирургия и применение антибиотиков. Это два вопроса, в которых медицина сделала огромный шаг. Во всем остальном, она и, в общем-то, слава Богу, что это так, она продолжает пользоваться тем, что природа нам дала. И поэтому, на самом деле, когда мы говорим о растениях, мы с вами должны ставить на край растения, какие бы они ни были, даже если мы с вами не можем облегчить, когда растет у вас в садовом участке, даже если мы говорим о чае из мяты, который вы купили на горном Алтае, на самом деле мы ставим на крайность. Растения – это лекарство. Причем лекарство – идеально подходящее человеку. Это действительно так. Переходя к теме нашей сегодняшней, а именно о том, какие растительные вещества, какие растения используются в означенном сертификатуре продукте, мы с вами как раз должны поговорить о том, что такое суть обезболивания. То есть, боль. Что это такое? На самом деле, как это не парадоксально, на текущий момент единого представления, единой концепции боли в медицине нет. То есть, есть разные гипотезы, которые тот или иной аспект этой боли освещают, и говорят, вот похоже, что боль возникает еще и из-за этого. И, соответственно, возникают какие-то эксперименты, препараты, которые эту боль убирают. Прекрасно. Но через некоторое время находится боль, которая эти препараты и не убирает. И тогда создают новую гипотезу, ее проверяют, находят новое лекарство. Так происходит год за годом. И вот эта анализирующая терапия, обезболивающая терапия, она продолжает, на самом деле, идти вперед. Вот если брать только западную научную фармакологию, порядка уже 250 лет она движется вперед, изобретает, изобретает все новые и новые анализирующие. Одной из очень важных причин, при том, что фармакология развивается очень хорошо, одной из очень важных причин, почему изобретают постоянно новые какие-то препараты, является то, что старые препараты, при том, что они обезболивают и делают это неплохо, старые препараты имеют побочный эффект. Эти побочные эффекты проистекают из их действия. А их действие проистекает из того, что это очищенное химическое вещество. Был совершенно уникальный эксперимент в свое время, я думаю, что вряд ли кто-то из вас его итоги заметил. В свое время был такой препарат, его даже одно время продавали в советских аптеках, он назывался Сапарал, из растения Аралия Маджорст. Кто не знает, существует группа таких растений, которые называются адаптогены. С давних времен известен женьшень, отталкиваясь от применения женьшеня с целью улучшения физических кондиций, снижения утомляемости, увеличения жизненного тонуса. Ученые подумали, что женьшень же дорогой все время был, то есть и у контрабанды, и привозили из Китая, там настоящие воины были эти женьшенями на Дальнем Востоке. Так вот, отталкиваясь от представления женьшеня, как в таком растении, отталкиваясь от совершенно разумных предположений, что растения одного с ним рода, то есть из семейства Аралиевых, должны обладать, наверное, хотя бы подобным действием, наши советские, такая еще фармакологи, обнаружили, что да, действительно, существует целый ряд растений, это та же Аралия Маджурская, или вот Ирокок, колючий, и масса других растений имеют похожие действия, а в некоторых случаях, на самом деле, оказалось, что действие даже лучше, чем у женьшеня. Оказалось, что у женьшеня это такая немного маркетинговая история, потому что он в малых количествах по очень высокой цене, потому что если всем сказать, что знаете, а вот этот растущий везде колючий сорняк обладает тем же действием, понятно, что никто денег платить не будет. Но факт остается фактом, что вот это чудесное растение, его нашли, из него стали делать извлечение спиртовое, вы сейчас в аптеке можете найти настойка Аралии Маджурской. Продается в каждой аптеке, стоит сущие копейки. Но советская фарматологическая промышленность должна была отрабатывать как-то, вложить в нее средства. И они сказали, что мы сейчас сделаем чудо, мы сейчас возьмем эту Аралию Маджурскую, которая непонятно, что в ней там еще есть, и мы вам сейчас сделаем из нее препарат, который будет ну вообще просто бомба, будет восстанавливать силы, человек будет как терминатор бегать, в общем, для космонавтов. Ну понятно, что для космонавтов тогда самое лучшее дело, и денег было много. Вот, в общем, 10 лет выделяли этот препарат. Вот искали, 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 выделили, создали, синтезировали, дали космонавтам. Эффект? Мой. Вообще просто нет эффекта. То есть этот препарат никаким эффектом, вот в смысле адаптогеновый эффект, он просто не обладал. 10 лет не самые глупые люди нашей страны занимались, в общем-то, очевидно, не очень умной работой. Они пытались из живого создать неживое. В древности алхимики пытались сделать наоборот, то есть они пытались из глины сделать живого голема. Здесь история повторилась в обратную сторону. Они начали создавать некое вещество. А на самом деле уже давно было понятно, что растение, когда действует на организм человека, оно никогда не действует однотипно. Оно действует набором из 20, 30, 50, 100 действующих веществ. И это, собственно, имеет непосредственно отношение к теме, о которой мы сегодня будем говорить. Обезболивающие вещества. Какое обезболивающее вещество? Самое старое. Самое старое, ну я имею в виду, из присутствующих сейчас в каждой аптеке. Ножпа. Ножпа? Ножпа не является обезболивающим. Это спазмолитик. Аналегин является очень поздним. Изопределение будет 20 лет. Цитрамон. Цитрамон уже близко. Аспирид. Поставал? Девочки. Вы какой звоните? Аспирид. Девочки. Аспирид. Аплодисменты. Я попрошу первые три сюда принести, потому что он только что был выигран. Несем его скорее сюда, пока несут первые три. Сразу отреждаю. На всякий случай, чтобы все поверили, что это настоящий мяч, что это не подделка, не муляж. Разведем несколько движений. Оп. 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 Все увидели и удостоверили. Мяч настоящий. Теперь этот мяч ваш. Держи. Аплодисменты. Это первый приз за правильный ответ. На всякий случай. А кто это? Конечно. На всякий случай. Говорю, что таких призов у нас еще немало. Немало этих призов. В то время от времени я буду поважать вам обзадавать такие вопросы. Чем быстрее правильнее ответили, чем быстрее этот прислующий. Ясно? Итак, следующий вопрос. В каком году был изобретен аспирин? Во время войны. Тридцать четвертый. Закон. Тридцать четвертый. Прошу ближе. Уже ближе. Тридцать четвертый. Еще ближе. Кто сказал тридцать четвертый? Отлично. Итак. О! Обязает. Здесь поинтереснее. Это аппарат для роликового массажа. Мы, к сожалению, не можем прямо сейчас здесь продемонстрировать. Продемонстрировать уже можем продемонстрировать. Но не пугайтесь, он был в упаковке. Поэтому все стерильно. Мы вам его прямо сейчас передаем. Передавайте. И я вам говорю. Не скажу, господи, ну какая это давность? Тридцать первый год. Ну это же ерунда. Да? На самом деле все несколько сложнее. Если разобраться в фармакологии работы аспирина. Что такое аспирин? Ацетил. Салициловая кислота. Состоит из двух слов. Ацетил и салициловая. Собственно действует на самом деле не аспирин в организме. Когда попадает, он в печень сразу делится на уксусную кислоту и салициловую. Да? И вот здесь, собственно, и кроется подводка. Салициловая кислота. Салиц. Кто знает, что такое салиц? Это пока не на присып, это пока просто так для разминки. А? Экстракт из коры ивы. Достаточно тесными отношениями с Востоком, Европа начала очень тесно общаться с Африканским континентом, малярия. Тогда стала распространяться и достаточно часто малярия приводила к смертельным исходам. Тогда для борьбы с малярией стали использовать что? Акрихин. Акрихин это такой химкомбинат у нас в Подмосковье. Ну уже близко. Хини. Конечно, стали использовать хини, то есть вещество, которое выделяли из коры химного дерева. Да, я сказал, пока еще не на приз. Не все сразу. У меня были же, знаете, у вас там 6 растений, у меня еще 6, как видим, 6 коварных вопросов. И половина из них ответ... Даже я бы еще подумал при этом, чем так ответить. Ну так вот, смотри. Карай химного дерева. Кто знает, где растет химное дерево? В Африке. Ну, в Африке тоже есть, но на самом деле... В Южной Америке. В Южной Америке, верно. Там были основные плантации. В Южной Америке, как вы понимаете, от Европы... В Африке. В Африке. Я понимаю, что вам понравилось. Значит, Южная Америка далеко. Люди страдают. Это же хороший способ сделать деньги. И, соответственно, кору химного дерева вывезли. А поскольку действующая доза была порядка 10 граммов, понятно, что можно было озолотиться. Соответственно, цена на кору химного дерева росла пропорционально количеству людей, которые болели малярией. Росла, росла, и в определенный момент ситуация стала уже напрягать даже всех уже здоровых людей. Потому что они стали смотреть, что вокруг все болеют малярией. Лечиться им нечем, значит, они меня могут заразить в любой момент. И британское королевское общество объявило, ну, как это сейчас модно говорить, тендер. То есть, чем бы заменить эту химную корову. Ну, и нашелся один чудесный пастор, который, значит... А в Англии было много чудесных пасторов. То есть, если вспомнить историю фармакологии, в Англии каждый второй пастор что-нибудь такое спер у деревенской знахарки. Ну, то есть, они вот, в принципе, такие были, как бы... Так они относились ко всем этим знахаркам так с подозрением, мол, знаем, шашни ты с нечистым водишь. А сами так внимательно заходили все время в избушку и говорили, а что у тебя бабушка за корешок висит? И таким образом был открыт чудесный препарат Дигиталис из наперстянки пурпурной, который для лечения аритмии применяют до сей поры. Сейчас уже менее активно, но тем не менее... Сердечный препарат, верно. Так вот, точно так же один такой пастор пришел, сказал, знаете, у меня есть такое ощущение, как будто он так придумал сам, понятно, что он посмотрел. У меня есть такое ощущение, что вот караива, она на вкус вообще прям как химная. Ему сразу все поверили, конечно, говорят, ну а что, собственно, мы будем делать с твоей корой? Давайте ее тоже измельчим и дадим людям. Тогда, кстати, провели первое контролируемое исследование парное, то есть часть людей с лихорадкой, то есть, прошу заметить, с лихорадкой, да, то есть с повышением температуры, с болями, с ломотой в мышцах. Части дали кору химового дерева, а части дали кору и не сказали, кому какой. И они выздоровели, то есть им стало легче. Понимаете, вот здесь вкроется маленький фокус. В действительности, в действительности, мы с вами тогда чуть не лишились аспириды. Это был краеугольный момент. Проблема заключалась в том, что, в принципе, ацетилсалициловая кислота, а ацетиловая кислота ни в коем случае не действует на возбудителей малярии. Да, они не действуют. То есть, поэтому взяли, счастье заключалось для нас в том, что взяли просто несколько десятков людей, страдающих от повышенной температуры, от лихорадки. От чего, что у них там было? Глим, простуда, малярии, никто не знает сейчас, да. Но факт, что этим людям стало легче. То есть, у них снизилась температура, исчезла боль в мышцах, может, у них вообще была ремоторная полиартрита, никто не знает, что. И им стало легче. И вот, все сказали, вау, так у нас же это ивы-то завались, нам не нужна ваша карахинного дерева. Потом, понятно, образумились, когда выяснилось, что она не действует на малярию, но уже было поздно. Сначала из ивы выделяли экстракт. Его называли салицилат, некое такое вещество, и требовалась очень большая доза. Ну, то есть, на самом деле, фактически, что делали? Брали кору, чтобы человек сам ее не жевал, ее отваривали, и потом этот отвар высушили. Все, образовывался такой порошок угодно. Его нужно было съедать за раз, в граммах примерно 10. Ну, кто-нибудь пробовал когда-то кору-игу на вкус? Горькое. Кто пробовал? Не горькое, но вот так. Ну, вы пробовали сами? Да. Точно? Здесь кружки делаем детские. Корочку там вату держать. Замечательно. Значит, у нас есть человек, который пробовал им кору, и мы вам верим, что она действительно очень горькая. А теперь представьте, насколько горький был порошок, который из ее коры вываривали. Ну, просто, а надо съесть 10 грамм за раз. В общем, стали искать, что может быть, как-то поменьше можно? Что стали? Начали всякие балластные вещества, оттуда удаляли. Удаляли, удаляли, удаляли. Получили салициловую кислоту. Белый кристаллический порошок. Доза сразу снизилась практически в 5 раз. То есть, до вполне приемлемых 1-2 грамма. И тут же уже начались определенные проблемы. Да? Потому что выяснилось, что это чудесная кислота, продолжая обладать обезболивающим действием, противовоспалительным действием. Тем не менее, у желудка была вызывать определенные проблемы. Какие? Желудок. Правильно. Эрозии. Эрозия желудка. Было выяснено, ну, выясняли на животных, да, что вот употребление этой салициловой кислоты в чистом виде приводило к коррозивному выражению стенок желудка. Удивились очень. Почему? Потому что в народной медицине отвары за этой коры люди пили, и никаких эрозий не было никого. А когда очищенные вещества стали пить, эрозий появились. Но, тем не менее, пошли по простому пути тогдашнего западного прогресса, да, то есть стали искать формы этой самой кислоты, которые бы не сразу были салицилатом, да, не сразу были салициловой кислотой, а какое-то соединение, которое бы превращалось салициловую кислоту уже потом. Да? И вот так 30-го года создали аспирин. Причем, здесь, кстати, история очень такая романтичная, потому что человек, который его создал, он искал лекарства для лечения ревматоидного артритуса у пожилого отца. И он знал, что салицилаты, в принципе, применяют для этих целей, на самом деле они достаточно эффективны всегда были, но в силу слабости желудка, слабости желудочно-кишечного тракта у отца, применять их было противопоказано. И этот химик, он, собственно, задумался, а нельзя ли сделать вот какую-то такую форму, которая уже в организме превратится в салициловую кислоту? А то он ее сделал. И оказалось, что по эффективности подозировки этот препарат, конечно, далеко обходит все ранее существовавшие аналоги. И это началась эпоха аспирина. И, собственно, само название аспирин, да, компания Bayer, название запатентовало, поэтому у нас до сих пор в магазинах, в аптеках таблетки называются ацетилсалициловая кислота, если это не компания Bayer производит. А если компания Bayer может позволить себе назвать аспирин. Вот, ацетилсалициловая кислота. И, на самом деле, вот растение, которое дало начало этому препарату, оно не перестает людей удивлять. Потому что вот в какой-то момент, вы, наверное, как помните, все стали жаловаться на аспирин и говорить, что ой, аспирин как-то плохой, там стражает желудок, ну это просто ужас. Лучше мы будем пить ацетиленол, парацетамол и аналогичные препараты, потому что они значительно мягче. На самом деле здесь, конечно, поменяли козу на козла. То есть такая интересная история, потому что, ну да, меньше разображает желудок, зато больше сажает печень. Ну, об этом забыли, чтобы сказать. И уж было, все списали аспирин с мировой вот этой фармацевтической ареной, ну типа есть как-то и получше препараты. Но тут вспомнили об исследовании 50-х годов. Воследовании 50-х годов было о том, что аспирин снижает свертенность крови. В 50-х годах это было доказано, и только в конце 70-х это взяли на вооружение. Почему? Он до этого и так хорошо подавался. Когда возникла реально угроза тому, что он уйдет с фармацевтической арены, стали поднимать аспирин. Смотрите, ну, может как-то можно его еще бы продавать? Можно, оказалось. Оказалось, что эффективно снижает свертываемость крови. И сейчас в большинстве случаев в аспирин уже вряд ли услышите рекомендацию принимать аспирин от терапевта, от температуры. Да, кардиолог. Да, кардиолог его выпишет в случае, если у вас хотя бы есть малейшая угроза каких-то сердечно-сосудистых катастроф, да, заболеваний, связанных с повышенной свертываемость крови. Атеросклероз, ашемическая болезнь сердца, стенокардия, все эти заболевания требуют сейчас назначения препаратов, снижающих свертываемость крови. Я вам приведу сухие циферки, сухие очень. То есть откуда пошла история про то, что он действительно помогает. Взяли 20 тысяч человек во всем мире. Они не знали, что они принимают. Половина из них принимала плацебо, половина из них принимала аспирин. В результате 10-летнего исследования определенная часть людей умерла от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну вот из этих 20 тысяч. Когда сравнили, сколько этих людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний в группе, которая принимала аспирин, которая не принимала, а разница почти в половину была. 44% если будет точно. То есть оказалось, что эта кислота, помимо всего прочего, еще и снижает резко смертность сердечно-сосудистых заболеваний. На самом деле исследования остановились. Они продолжаются и до сих пор преподносят определенный сюрприз. То есть помимо снижения смертности сердечно-сосудистых заболеваний, сейчас обнаружено варене орхологических заболеваний, вероятность которых значительно ниже у людей, которые аспирин принимает. Это факт. Помимо этого, недавно в Британии закончилось исследование очень масштабное, когда брали просто людей, принимающих аспирин по показаниям медицинским и сравнивали смертность этих людей от не связанных с сердечно-сосудистой системой причин по сравнению с людьми, которые они принимают. Практически в два раза разница. То есть некое такое, как бы у них сами лекарства не нашли. Но все равно продолжают до сих пор у него жаловаться. Почему? Потому что раздражает эрозию, раздражает слизистую желудочно-мешечный тракт и вызывает эрозию. Вот если мы с вами возьмем экстракт из коры. Мы в большинстве случаев с вами этих проблем никогда не узнаем, не увидим. Почему на протяжении многих, ну гарантированно сотен, а может быть даже тысяч лет, люди, применяя экстракт из этой июли, применялся для лечения различных фермер-актрифтов. Но это никак не значит, что заболевание там не длится месяц-два, оно длится годы. И люди принимали эти препараты на протяжении долгих лет. Почему никто не умирал от этого? Да, никто не умирал от язвы желудка. Потому что помимо того, что ива содержит салицилаты, ива содержит дубильные вещества, которые эту же слизистую укрепляют. То есть у нас сейчас, ну сейчас в меньшей степени, у нас лет 70-х годов, вы говорили про препарат центромон. Я отчасти даже говорю, потому что разговариваю с фармакологом Кудлин, который в нашем лизанском медицинском университете учился. И он же был один из первых людей, которые создали правила определенные составления комбинированных лекарственных препаратов. Уже за одно лет, по-моему, надо было поставить памятник у нас на родине, надо будет за этим озаботиться в общей досуге. Но суть не в этом все в том, что уже в 70-е годы, 20-е века стало понятно, что монопрепарат какое бы хорошее вещество не работает. Работает, но очень ограничено в большинстве случаев. И, соответственно, ученые стали, что делать? Умные ученые. Они стали комбинировать вещества. Сложная задача. Почему? Потому что они, с одной стороны, не должны мешать друг другу работать, а с другой стороны, должны устранять недостатки друг друга. То есть, если мы с вами берем большинство растений, там это сочетание уже существует. Мы возьмем иву, с одной стороны, это салицилаты, которые, обладая обезболивающим жароподержащим действием, тем не менее, не вызывают раздражение жар, потому что дубильные вещества в стенке желудка укрепляют. Дубильные. И, соответственно, вот такое сочетание делает саму кору иву. Ивы белой, например, делает с одной стороны эффективной, а с другой безопасной жароподержащим. И с растениями такая история, на самом деле, практически всегда. Если мы с вами отключемся от ее, какие еще тесты на проверку на память, какие еще растения входит в состав этого чудесного продукта с аббревиатурой из трех углов. Ивы белые. Да, вот ивы белые. Ивы белые. Ивы белые. Ивы белые. Ивы белые. Ну, погодите. Ивы белые. Погодите еще. Давайте поговорим про лестомолин. Объявляется сейчас конкурс. Кто Ну, сейчас я вас совсем запутаю Кто знает Как будет название гостиницы На идише Ну, это язык, который Причастую, лаборатория пока Ну, 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 на самом деле Ты вас ждет, ты ждет Поэтому не стесняйтесь Вы уже поняли основную тему Осталось несколько букв Всего лишь изменить Нет О, ну, ну, ну Еще, я слушаю, внимательно Мали Мали, вы уже сказали Очень близко Вот вы сказали Это на иврите Да, а вот я специально Подстраховался и на идише Мали Не привязывайтесь вы к этой букве А Малено Малине Мулино 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 Как вы сказали Мулино 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 На самом деле Это слово Мулино Оно означает Гостиницу Постоялый двор Оно же, правда, еще означает Кнуру И именно от этого слова Произошло Произошло название Такое, знаете Блотное Место, где можно укрыться Малина Воровская На самом деле Произошло не потому Что все хорошо Знаете И сладко Потому что Впервые Это слово Возникло В каком городе? В Отессе В Отессе Потому что В Отессе Белый Крик И он прекрасно знал Что такое Скрытное Уютное место Которое называется Мулино В практически Малина Отсюда Вошло Тотой Многие считают Многие Говорят Воровская Малина И думают Ну там Малина Потому что Там Вареньки Тазик И жизнь Малина На самом деле Это Слово Как раз Похоже На слово Малина Но в действительности Мало С ним связано Так вот Малина Что мы с вами знаем О малине Ну понятно Все читали Гайдара Все читали Гайдара Да Ну вот Про Тимуроевую команду Сушеная Малина Все читали Да Ягод и малина Вместо Аспирина Лист малины Вместо Аспирина Или ягод Лист 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 А кто Вот у меня сейчас вопрос Сути 300 я вам зажал Не дал Фу Аспирина мне Ну-ка скорее нам 300 За Ум и Нюх Практически Не могу конечно За точный ответ дать Но за угадывание Вынаσбhorще Ягоды 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 Малины Гайдар писал про ягод И на самом деле большинство из вас варенье из малины при высокой температуре давали, и поэтому наверняка кое-кто из аудитории обязательно время от времени говорит «Ой, что у меня какая-то высокая температура, я плохо себя чувствую». И родители, с надеждой на то, что родители скажут «Ой, наверно, у тебя температура поднялась, а вы в обучих градусах наверняка надирали. И как же было неприятно, когда родители обнаружили, что маринового варенья нет, и поели вас молоком с сотой. Так, это тоже наверняка было. Было? Было. И с маслом тоже очень противно. А как все хорошо начиналось, правда? Ну, такой лист малины. Знаете, с листом малины связана тоже очень интересная особенность. Одна интересная история. Вы все наверняка знаете, что у нас есть Иван-чай. Да? Листья Иван-чая использовали в качестве такого заменителя суррогат-чая. Мало кто знает, что малина, лист малины, для этих целей использовали на Руси гораздо чаще и больше. Да? И есть очень интересная история, когда царь Петр, он в принципе был против чая. То есть он был за кофе. Но чай иногда пил. Так вот, есть очень интересная история про то, как он пришел к гости в Петербурге, к голландскому послу, и тот решил гостить ему чая. Ну, потому что чай, помните, как в Европу попадал в основном, караванами из России. То есть он через Сибирь шел. И это было дешевле, чем его отправлять по морю. Почему? Потому что чай, если намокнет, то уже все. Вот. А тут его, значит, пешими тропами отправляли. И он шел через Петербург, дальше через Балтийское море уже маленькое, не очень штормовое. И дальше уже растекался по Европе. В Европе были люди, которые чай не берут. Кстати говоря, это тоже во многом были евреи. Да. Это были такие приверженцы чая. А большая часть Европы в тот момент, она все-таки склонялась к кофе, как к более такому напитку тонизирующему, энергизирующему и, самое главное, более дорогому. Так вот, чай, ну, видимо, чтобы не портить отношения с послом, Петр Первый согласился пить этот чай. Он ему так понравился, и так понравился. И он, значит, стал интересен, говорит, где, говорит, вы его покупаете? Он говорит, там тут вот недалеко, есть место, я там покупаю. Петр даже распорядился туда поехать и купить там этого чая. Ну, там приехали люди и подозрительно поняли, что чай туда никто не возит, а оттуда возят. То есть, да, такое ощущение, что просто у них где-то вот растет он на полях. Ну, в общем, в результате выяснилось, что такая достаточно большая деревенька была под Петером, который занимался фальсификацией чая. То есть, они делали паленый чай. Самое интересное, как они его делают. Если вы попробуете сделать этот чай, я вас уверяю, что после этого какой-то элитный китайский чай его покупать не отливаете. На самом деле, его не просто толкует. Очень хитрая история. Значит, его, на самом деле, точно так же готовят, как настоящий элитный китайский чай. То есть, берут эти листья и для начала их немножко вялют. То есть, их просто раскладывают и буквально где-то на 2-3 часа. То есть, когда мне человек слегка подвянувает, ну, в общем, становятся вяренькие такие. В этот момент их берут и руками скатывают в такие колбаски. Скатывают колбаски, каждую колбаску чуть быстро окунают в воду и уже кладут в мешочек. И после этого его подвешивают на чердаке, чтобы там протягивали, чтобы был поставленный ветер небольшой. И дальше уже досушивают. В общем, в результате, когда вот этот вяленый, перемятый листок начинает сохнуть, вот если обычный лист мы с вами сушим, он остается зеленый, да, неповрежденный лист. А когда его внук, у него клетки растений, клетки самого листа разрушаются, сок вытекает и начинает окисляться. И вот этот процесс окисления делает малиновый лист по вкусу похожим на очень хороший черный чай. Красный чай, да, так называемый байкер. И вот этот чай, на самом деле, по вкусу я вам скажу, что мы его делали в этой программе, он по вкусу лучше, чем чай получается. Самое интересное заключается, даже не в этом, самое интересное заключается в том, что он и по действию похож на чай. Потому что в составе малинового листа есть кофейная кислота. Нет кофеина в чистом виде, но есть кофейная кислота, которая в процессе гидролиза частично в него превращается. И вот этот напиток, когда Петр Первый знал, он смеялся просто очень долго. То есть, ну, при том, что он был человек очень такого взрывного темперамента, и когда его кто-то пытался обмануть, он наоборот очень был злой. Вот, он настолько, настолько его развеселило эту историю, ну, почему? Потому что он же сам не покупал этот чай никогда, только голландцы покупали. Ну, вот, что его дико порадовало, и он даже на сто лет эту деревню вообще освободил от налогов. То есть, ему так понравилось, что они дурили всю Европу, продавая наш малиновый лист за дороги, что он сказал, ребята, продолжайте в том же духе, это весело. Ладно. Но, мы с вами, мы с вами говорим о том, что малина известна жаропонижающим действием. И обусловлено это жаропонижающее действие все той же целой кислотой, которая входит в состав плодов малины, и которая, конечно же, в очень большом количестве входит в состав листа. И помимо этого, это вот та самая кофейная кислота. Кто помнит, из чего состоит цитрамон? Котерин, аспирин и лимонные кислоты. В последнее время аспирин, сейчас уже идет у нас цитрамон-П, то есть, где аспирин поменяли на парацетамол. Ну, старые уже не найдешь, к сожалению. Кто из присутствующих ходит в фитнес-клубы? Ну, фитнес-клубы. Ну, фитнесом занимаются кто? Ну, вы поднимаете живые руки. Вот, есть, спортивные. Так. А кто? Ну, ладно, не буду спрашивать, кто принимает, но слышал, что существуют такие, знаете, таблетки для похудения. Да ладно. Ну, ладно, уж сказки вы у меня рассказали, вы не слышали прям, никто не хочет меня вспомнить. Правильно, все слышали. И пили, и пили, и пьем, и будем пить. Кто знает, вот это сейчас вопрос уже серьезный. Что у нас там, сейчас я... О, там сейчас есть очень хороший приз. Мы сейчас взглянули, если это он, то сейчас очень рекомендую отвечать быстро, потому что конкуренты. Иначе очень быстро развиты за вас. Показывайте. Не-не, не покажу, даже не надейтесь. О, ну-ка. А я не знаю, на сколько килограмм. Итак, итак. Значит, сейчас будет такой приз. Хороший приз. Значит, сейчас нужно будет очень быстро ответить на вопрос. Какие три вещества входят в самую популярную, по результатам научных исследований, самую эффективную и самую запрещенную на территории Америки, Европы и России, но не запрещенную на территории Украины. Я не знаю, сколько я знаю, не запрещенную на территории Казахстана, спортивную добавку для похудения. Я специально сейчас не буду спрашивать, кто это сказал. Я даже более того скажу, чтобы мне послышалось что-то. И так, и так, три вещества, три вещества. Вон, вы говорите, гарцина и камбоджисты. Ну, вы говорите, гарцина и камбоджисты. Сразу не прокатывает почему-то, а гарцина и камбоджисты не так давно стали применять. Так, еще. Лист с сеной точно уже не 30 лет, ему применяли еще 3 минуты. Ананасы? Я же сказал эффективное. Единственное, что вы можете добиться с помощью ананасы, что у вас похудеет ротовая полость. Потому что обрезит слизистая. А теперь внимание. Я вам сделал подсказку, рассказываю про цитромон и про вещества, которые входят в его состав. Кофеин. Так, уже был сказан. Кофеин. Лимон. Ведомин С не подходит. Я ничего не говорил про Ведомин С. Я же вам все уже подсказал почти. Кофеин первый был. Дальше. Аспирин. Римон. Итак, ну-ну-ну-ну. Третий что? Третий. Третий что? И comedy continuer мажчик? Аспирин сидит? Ну кто сейчас назовет эти компоненты игры? Близко? Ну нет. Ладно, я знаю. Сейчас вы угадаете прям практически сход. Очень легко на самом деле. Именно с этого компонента, с его эффекта, начался рынок многоуровневого маркетинга в России в начале 90-х. И... Завелола. 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 Ну вспомните, что там было с таким китайским названием. Махуан. Моряков. 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 Не указаны не имею, не указаны не имею. Лехинацем. 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 Мне не указаны не имеют препятствия. По-моему, в пшетворене, тот мы с вами живут. Это нам включить больше, говорить. Ну мы это звать, не знаем. Я вам включить больше, а то она, но поэтому... Ну что, друзья, давайте расскажите, скажите, ну вот по-честному, в начале 90-х, кто герболайфинал, какие-нибудь герболайфинал? Так вот это все благодаря эфире. На самом деле, на протяжении огромного, 30 лет уже, применяют эту формулу кофеин, кофеин, аспирин. И она показывает свою эффективность. Вот, это я вам напоминаю, что те растения, которые обладают обезболивающим эффектом, они не всегда депограничны. В некоторых случаях они оказывают китобаллические эффекты, даже без эфирин, что характерно. Итак, вы получаете приз. Применяем. Прилучите, что-то. У вас, ваше всего, не обещаем надеться. Ну, можно так, но если обещать, надо сразу надеть. Ваше решение. Раздеваться хотите не обязательно. Обязательно. Давайте, давайте. Мы не видели вас еще голубого. Да? Ну, что? Продолжим. Лист молитвы. Лист молитвы, как мы с вами выяснили, поднимая саленцит. Обладает еще и некоторым количеством кофеин и кислоты, которые также, существенно, влияют на токус сосудов. Как я уже говорил, никто не знает, точнее, никто не может вычренить причину боли. Потому что их причинно. Эта причина может быть в спарных сосудах. Эта причина может быть в растяживных сосудах. Именно поэтому любой обезболивающий препарат всегда в своем составе сочетает вещества, которые сочетают несколько эффектов. Вы говорили, не ка сталкивались, что вот один обезболивающий препарат для сегодняшнего дня. Понимаете? И этот препарат на вас действует. А принимаете, вроде, похожий у человека с состава. Вы приходите и говорите, дайте мне вот мой любимый этот. Ин. А он говорит, а нет этого вашего? Ин-а? Нет. А есть вот этот вот ос. Вы говорите, куда хотите это? А он похож, говорит, а практически один фагент. Вы берете, покупаете, принимаете, но нет. Был такой? Было. Значит, причина вашей боли была та, которую вот тот один единственный компонент перекрылал. А вы приняли препарат. Он действует на какие-то другие механизмы, но это не ваша боль. И, соответственно, другой препарат работать не будет. Так часто аккуратно связано. Поэтому стараются всегда... Ну, здесь есть другая проблема, да, они не должны друг другу мешать. То есть, одновременно применять сосудорасширяющие и сосудосуживающие препараты, ну, смысла никакого. Вот. По этой причине любое растение всегда дает скорую химическую препарату. Потому что там сочетание, которое в процессе эволюции приходит было заложено, и оно гарантированно работает. Лист малины и в качестве средства внутреннего употреблялся всегда. Мало кто знает, но лист малины, он, в самом деле, оказывает действие даже при внешнем принесении. То есть, его очень часто лист малины прикладывали к суставам воспалённым. Почему? Потому что, как же с салициновой кислотой, ее основное действие, обезболивающее действие сильное, но ее основное действие противовоспалительное. Воспаление, скрытое воспаление, это причин примерно 80% всех болей, которые есть в пушаре. Даже если основная причина это невоспаление, оно обязательно присоединяется. Поэтому противовоспалительные препараты в большинстве случаев и работают как обезболивающие. Если вы вот возьмете 100 человек на улице и спросите, что вам лучше всего помогает снять горло? Вам из этих 100 человек 80% назовут препараты, которые не обладают приемом обезболивающего рейса. Которые являются противовоспалительными, в первую очередь, и только во вторую очередь обезболивающие. То есть они снимают из испаления за счет того, что они сейчас находят. Классический пример мы с вами можем взять – боль при ПМС, при преднеусуправленном синдроме. Боль сильная, я даже не буду просить поднимать руки, кто в курсе, что это. Мне кажется, даже мужчины погибли. Потому что они хотя бы разживили, находили рядом женщину, у которых это было, и понимают, что это, наверное, действительно очень неприятно. В большинстве случаев применение веществ, которые устраняют воспаление, то есть противовоспалительных препаратов, эту боль устраняет. То есть на уровне первой причины. Потому что первая причина – это все та же реакция воспаления. Когда у нас с вами начинается воспалительный процесс, в том месте, где он начинается, выделяются вещества. За открытие этих веществ в 1970 году была дана новинская премия. Вещества называются просто блондинами. Смешное название на русском языке – просто блондинами. Но, тем не менее, вещества очень не смешные. Это огромнейшая группа веществ, которые выделяются в мизерном количестве. Почему за их открытие дали новинскую премию? Потому что до этого никто выделить не мог. Они в очень-очень маленьком количестве выделяются, но при этом масштабы их воздействия на организм они просто полосальны. Есть простоглазиды, которые отширяют кровеносные системы и снижают артериористы. Есть простоглазиды, которые повышают дабы. Есть простоглазиды, которые вызывают воспаление. Есть простоглазиды, которые ее снимают. В общем, на самом деле, в моем умножстве и действия – это все по-разному. Так вот, когда мы говорим о том, что действует малина, действует ива, мы в большинстве очень подразумеваем, что подавляется синтез вот этих самых простеглогин. Почему аспирин снизил вот эту общую смерть в британском исследовании? Потому что существует огромное количество болезней, которые возникают просто из-за скрытых воспалений. Мы с вами, когда смотрим на анализ пользы у человека, у нас есть несколько маркеров воспалений. У нас есть общее количество лейкоцитов, у нас есть скорость оседания лейкоцитов. Мы всегда видим, что норма – это не ноль. Существует определенный диапазон. Это означает, что течение воспалительных реакций, скрытых, для человека в общем, это норма. Мы с вами потренировались, например, пошли в спортзал, потренировались. У нас с вами мышечная боль пучилась, потому что там будет воспаление уже. Наши с вами физические нагрузки, травмированные мышечные ткани – это неплохо. Если это не будет происходить, то мы перебивем. Потому что тогда организм просто не успеет восстановиться. Если ему дать возможность восстановиться, с ним все будет хорошо. И вот на этом основан прием небольших, очень маленьких, доз вот этого самого аспирина – от 100 салициновой кислоты. На этом же основано то, что огромное количество спортсменов принимают вот эту категорию эспироидов – противовоспалительных препаратов просто в микродозах в процессе тонировки. То есть, если спортсмен принимает противовоспалительные препараты, ну, здесь, как я говорю, называемые не мулецерогенные. Мулецерогенные – значит, вызывающие язву животных. Здесь, тем более, не мулецерогенные. То есть, это, прежде всего, вот эти мягкие растительные препараты. У него эффективность спортивной тренировки всегда возрастает. Почему? У него меньший период восстановления после тренировки. Если раньше он после тренировки мог, в лучшем случае, дня через три вернуться в повторную нагрузку, на что все болело, тут, оказывается, что он может это сделать через два дня. А значит, вместо двух тренировок в неделю, у него получается три тренировки в неделю. А это означает, у него спортивный результат. Помимо всего прочего. То есть, помимо того, что у него качество жизни, то есть, он не живет, знаете, как, пришел на тренировку и после этого на два дня выполнить жизнь, потому что стать не может. Так? Он чувствует себя нормальным человеком, который стоит на следующий день. Вот так. Я предлагаю сейчас устроить небольшой период, поскольку вам жарко, вы можете его пройти, проветриться, плюс ко всему, уложить как-то в голове новую информацию, а мы с вами дальше еще поговорим про этот самый чилийский перец. Мы просто развернулись, да? Мы просто развернулись. Ну что ж, Шахия, вы здесь? Да! Я не слышу, Шахия, вы здесь? Да! Отлично! Ну что же, большой друг, который представлять, я думаю, уже не нужно. Сергей Агафьев под Ваши бутылые аплодисменты! Вы не понимаете, как я понимаю, передушные потери. Но я сюда виноват и чувствовать не буду! А знаете почему? Сейчас я вам расскажу еще несколько интересных вещей. Может быть, об этом вам даже лучше, чем подходил в календую. Итак! Мы с Вами закончили на чем? Кто будет? На... Мы с Вами закончили на простом бракина, который вызывает распаление, а соответственно растительные препараты, содержащие салициновую кислородность, это воспаление подобрает. Тем самым не только способствует уменьшению боли, снятию боли. Тем самым способствует, в общем, больницу жизни. Огромное, конечно, заболевание. Что? Если мы откроем дверь, куда эксклюзивная информация, о которой я с Вами не люблю, станет достоянием широкой общественности, если получится, что Вы очень выиграете? АПЛОДИСМЕНТЫ Пускай они деньги платят и там стоят слушать. Правильно, правильно. Пускай деньги платят и стоят слушать. А так, например, откройте. И так продолжим. Вишневый, вишневый смартфон, справлюсь с вишней. Что мы с Вами знаем о вишне? Знаете, какая самая дорогая часть вишни? Виточки. Вы будете измениться, но они именно веточки, самая дорогая часть вишней, вот эти вот, на которых они висят, именно они идут на экспорт. Они являются самой дорогой частью мишки. Вторая по стоимости часть. Косточки. Вторая часть косточки. Знаете почему? Настайные коньяки делают. Коньяки делают. На самом деле делают цираниды. Цираниды нам известны чем? Синильная кислота. Цираниды, синильная кислота это основа для производства цианидов. Цианиды, вы знаете, это я сильнейший. Цианиды на самом деле дорого ценятся по двум причинам. Они используются в двух случаях. Они используются, если вам надо было жарить. Но это не основное дополнение. А вообще цианиды используются в гевелинной промышленности. Потому что это вещества, которые помогают очистить золото. До той самой очень-очень высокой пробы в 999. Без них, без них, не получится очистить золото. Поэтому второе, это по стоимости, это вот эти самые косточки, которые содержат амигдалин. Чувствуете, какой красивый стол? Амигдалин. Так вот, вишневые косточки. Вы наверняка знаете историю про то, что человек съел вишневую косточку и улыб. А кто ел вишневую косточку и не улыб? Все. Все. Большая часть людей. Почему? Здесь есть уникальная особенность. Дело в том, что синильная кислота содержится в этих косточках не в чистом виде. То есть не в виде синильной кислоты, а на специальном виде вот этого самого амигдалина. И он может либо превратиться в синильную кислоту, а может не превратиться в синильную кислоту. Почему превращается? Условия какие-то. А где эти условия? Условия. Не угадали. В кишечнике. Условия. Эти условия в кишечнике человека. И, соответственно, если у человека длинность и бактерии в кишечнике отсутствуют либо небольшое количество превращения в синильную кислоту, и не происходит. А человек съел эти косточки и остался жив. А другой человек, пеневой такой человеческий попался. Так вот, у него эти косточки вызвали острое отравление. Однажды, как проявляется острое отравление? Это цианид. Что делает вообще цианид? Цианид человека рушит. То есть у нас с вами дробь перенесен кислород. Это кислород поступает к тканям, органам, клеткам. И они все счастливы, потому что им для жизни нужен кислород. Что делает цианид? Цианид связывает гипоглобин и не дает ему свой кислород. То есть человек может выдыхать, выдыхать, двигаться, сердце продолжает. Учаток крови продолжает двигаться, а кислород до ткани не доходит. И поэтому этот процесс у человека фактически душит, но только человек продолжает передышать. Это очень страшно, если вы это на самом деле, хотя и быстро. Правда, цианиды действуют очень быстро. Достаточно очень короткого промежутка времени, когда говорят, показывают на этих фильмах, цианисты калии, в ампуле. И так, значит, шпион какой-то распустил ампул и умер сразу. Это сказка. Два очень простой пречи. Человек, как вы помните, сколько может ложить без кислорода? Ну, четыре минуты, но мой здесь присутствующий будет сохранять сознание. Будет состояние паники, будет сутрик и так далее, но будет сохранять. Поэтому не так быстро действуют, на самом деле. Но, не суть важно, мы с вами говорить никого не собираемся. Поэтому мы с вами говорим о мякоти вишни. Чем мякоти вишни? Ну, понятно, что, как я говорил, у вас знакомые, я сладкое не люблю, но за банку вишневого варенья готов продать родину. Я думаю, что любителей вишневого варенья здесь хватает. Хватает? Хватает. Хватает. Вкус, понятно. Чем полезно? Это самое лишнее. Ее сутки. Экстракт излишне. Чем полезно? Кто знает? Красный термин поднимает мягкое слабительное действие. Мягкое слабительное действие. Я согласен, что, в принципе, хороший способ избавиться от головной боли – это слабительные препараты. Потому что одну головную боль меняешь на другую. Но, тем не менее, не этим слабит экстракт излишний вишневый сок. А слабит он наличие там нескольких веществ. Первое такое вещество. Кто знает, что такое мелутонин? Сейчас получит быстрый плеск. Вы! 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 Я школа для психологии procent внутренние велосипеды делая. Я очищу про cerwota технику веществу по stradget hay. И у нас от этого удовольствие движет. Почему в основном день у нас хорошее настроение не создает, а когда выйдем, солнышко светит, и нам хорошо. Это потому, что вырабатывает здесь серотонин. Вот мелатонин вырабатывается, когда света нет вообще. И мелатонин это в отношении вещество уникальное. Он, на самом деле, строится из того же самого криптофака, с которым и серотонин, но только ночью. И знаете, что будет, если, например, вы ляжете спать, а у вас где-то недалеко будет гореть лампочка? Он не будет вырабатываться. Будет вырабатываться его очень небольшое количество. Дефицит мелатонина, на самом деле, проблема современной цивилизации. В Америке сейчас куча исследований, которые говорят о том, что основная причина рост онкологических заболеваний это снижение синтеза мелатонина из-за светового шума. Знаете, есть шум, мы с вами окно откроем, постоянно машины ездят, ездят, вмешают спать. На самом деле, у нас с вами есть световой шум. Это вот маленькая лампочка, светодиодик где-то светит, а свет на сетчатку глаза, даже при закрытии глаза, все равно попадает. А сколько у нас с вами таких лампочек? А сколько у нас неоновый рекламу за окном? И вот все вот это заставляет организм вырабатывать меньше мелатонина. Казалось бы, ну, спим мы, слава богу, да? И ничего страшного, без мелатонина как-то не знали о нем ничего, и, в общем-то, жили себе нормально. Но все не так просто. Было установлено, что мелатонин – это гормон, который у человека на нескольком порядке снижает риск онкологических заболеваний. Почему? Он приостанавливает мутацию клеток. То есть клетки не мутируют. И было установлено сразу несколько исследований, которые показывают, что восстановление синтеза, что мелатонин резко снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний. И более того, его добавление в случае, если его вырабатывается недостаточно, обладает тем же действием. Считалось достаточно удобно, что мелатонин – это некое вещество, которое только животным присуще, только у них оно вырабатывается. На самом деле оказалось, что нет и такое же вещество в некоторых растениях также вырабатывается в небольшом количестве. Вот вишня является одним из немногих растений, где мелатонин содержится в чистом виде. То есть реальный, химически чистый мелатонин. И за счет этого, собственно, у него есть действия онкопротективные, то есть препятствующие возникновению онкологических заболеваний. Это один эффект. Но есть еще один очень важный эффект. Есть такие вещества – хуманины. Эти вещества, они изменяют свертываемость крови. Эти вещества достаточно часто прописывают, когда у человека, опять же, высокий риск, например, инфаркта. То есть свертываемость крови повышена. Ну, прописывают различные антикорблянты, то есть вещества, которые свертываемость крови снижают. Такие же вещества есть в растениях. Но, как мы с вами знаем, действуют все растительные препараты значительно мягче, чем препараты химически очищенные. Соответственно, вот эти фитокумарины существенно снижают вероятность сосудистых катастрофов, инфарктов и инсультов. Катастроф позволяет контролировать свертываемость крови. На самом деле, как я и говорил, причин боли может быть несколько. Вот одна из причин боли – воспаление. Вторая по чистоте – это нарушение кровоснабжения. Нарушение кровоснабжения, в первую очередь, связано, опять же, с загустением крови. Кто вспомнит случай, когда, например, у тебя достаточно долго не пили воды? Ну, вот как-то так получилось, что без выназначения. Одним из симптомов, возникающих, является головная боль. Почему? Мы с вами теряем жизнь. Если кровь становится более густой, ее сложно продолкнуть по сосудам. То есть, возникает нарушение кровоснабжения, для того, что сами сосуды могут быть вполне нормальным в состоянии. То есть, такие боли могут быть у человека вполне себе здорового и молодого. Да, без сосудистых каких-то заболеваний. И человек, зачастую, выпив стакан другой, третьей воды, восстановив, что называется, гематархидит, то есть, восстановив вязкость крови до необходимых значений, внезапно ощущаешь, о, как-то поливчало, стало жить легче. Итак, хорошо, если вот эта боль, она вызвана тем, что человек просто не имел возможности попить. Проблема начинает целиком. Но у человека вязкость крови, к сожалению, с возрастом становится выше. За редким-редким исключением, у человека вязкость крови возрастает. Соответственно, необходимо ее снижать. Здесь, с одной стороны, такие антикоагулянты, как тот же самый аспирин, применяются, а с другой стороны, значительно мягче действующие эти кумариды, которые вязкость крови возравляют снизу. И вот вишня, она как раз и химическими веществами очень богатая. При полном отсутствии вот этого изделия, который характерен для, например, очищенных химических клепанов. То есть, в этом отношении, вишня чудесное растение, ну и немаловажно, да, цвет. Цвет, на самом деле, дает многое. О многом, цвет, который присущ вишне, он возникает из-за антиоксидантов, которые называются амфоцианы. Вот эти вещества у них на текущей армии только открыты порядка 30 свойств. То есть, 30 свойств, позволяющих влиять на организм человека. Что характерно ни одного негатива. В чем мы с вами все форме едим вишню, мы у вас удачим, непонятно. В действительности, вот, когда мы с вами говорим, мы едим там вишню, да. На самом деле, даже если мы сейчас с вами пойдем, купим килограмм вишни и съедим, это не пойдет ни в какое сравнение с тем, сколько вишней потребляли наши с вами какие-то предки. Да. Кажется, вам, ну, вряд ли, да. То есть, они могли бы войти на рынок, у них не было вот этих овощных предковных хозяйств. На самом деле, вот, если вы посмотрите, такое достаточно традиционное блюдо, медоводное. Или мед, вставленный, так называемый, да. Блюдо, которое традиционно применялось на Руси. На самом деле, оно редко, когда состояло только из меда, в чистом виде, да. До этого было другое обозначение, оно называлось сыто. Вот это вот разведенный мед, который в дальнейшем подвергал соображению. Настоящий мед, вставленный всегда мы, с ягодами. И в первую очередь, это была вишня. Его как делают? Из вишни, сначала, выжимали сок, он был очень кислый. То есть, не было тех сортов вишни, которые у нас с вами сейчас сладкие, да. А и были очень кислые, и... Но при этом росло очень мед, да, деграстающие, меньше взрыва, в большом количестве. Выжимали этот сок, так его пить было невозможно. Потому что что делать? Туда добавляли меда, и после этого все это оставляли в броди. Я вам честно скажу, что я однажды не поленился в домашних условиях. Тоже купил вишню, самое интересное, которое нашел. Трудь из-другую банку меда. И сделал, если мне память не изменяет, витров, наверное, 15, где-то, вот, с таблиного меда. Ну, веселье началось после того, как разорванул первую бутылку. Но, на самом деле, я вам скажу, что это интересная вещь, и люди, которые говорят, что там плодовые вина, то есть это все верунка с утонченным, по сомнению, с утонченным вкусом виноградной лозы, эти люди просто никогда не пробовали, не шли в нем. Это совершенно фантастически просто по вкусу. Если, дойдя полезным действиям, то совершенно однозначно не уступает это самым каким-то яблополезным, там, сортам, сверхполезным французскому красному винограду. Вот. На самом деле, как средство, влияющее комбинированное на свертывающую кровь, вишня, она послужена не как. И, наконец, мы с вами сейчас перейдем к тому, ради чего мы, как сказать, все собрались, конечно, это перец чили. На который вы называете чилийским перцем. В действительности, понятно, что он растет не только в Чили, но и в Гондурасе, в Арбитине, и даже, я вам скажу, у нас в стране он тоже произрастает во многих местах. Просто впервые его описание было у испанских конхистадоров, которые в Южномерику приплыв, описывали метод флор, фауру, дарование и так далее. Вот. Немаловажная деталь. У перца чили, у древних индейцев была отдельная богиня. То есть, представляете, насколько они уважали это растение, что специально придумали для него отдельную богиню. Это была богиня перца чили. Да? И это растение, ну, мы с вами о нем что-то знаем? Что много не съешь. Это первое, что узнают люди, когда им кто-то подсонку и перец чили. Да? А это же всегда происходит, ну, обычно в какой-то момент такой юность, да, когда еще, да ладно, да я сейчас запросто. Да, и здесь надо понимать, что существуют перцы разного уровня остроты. То есть, существуют все нам знакомые, да, сладкие перцы, которые вообще не содержат никакой остроты. Существует более-менее красный перец, такой достаточно большой. И существуют различные сорта вот этого мелкокладового перца. То есть, который чем меньше, тем страшнее. Да? Вот, одним из самых страшных является как раз перец чилийский, перец чилийский. То есть, он садится, почему? Ведь это, на самом деле, вот это прямо относится к теме нашей. Почему он такой полезен? А он реально очень полезен. Потому что острота перца является веществом, которое называется капсоицином. Капсоицин. Вот это вещество, оно означает, насколько перец острый. Вот это вещество, последние где-то 17-18 лет, его исследуют очень многие ученые. Причем очень много эффектов у него. И причем эффекты противноречивые. То есть, оказывается, например, что людям, у которых есть язва желудка, перец вроде бы противопоказан. И в то же самое время, химически очищенный этот капсоицин оказывает противоязвенное действие. В первую очередь. И на самом деле, таких эффектов было обнаружено очень много. Один из эффектов, который, собственно, и позволяет говорить о противопоказанном действии, это эффект, который был обнаружен, на самом деле, случайно. Проводили исследование. Терябит у них эндорфина у человека, в крови, при употреблении разных продуктов. Давали человеку, соответственно, там, грубо говоря, кусок соленого огурца. И через некоторое время, выцелили уровень эндорфинов, которые в крови. Эндорфины, чтобы вы знали, да? Помните, когда Марк сказал, что религии это выходит для религии? Почему он так говорил? Ну, потому что на тот момент именно опиум, да, то есть вещество, которое выделяли из мака, было эталоном обезболивающего и отгурманивающего действия. И, на самом деле, на протяжении многих сотен лет, именно, и сок из опиумного мака, и сам опиумный мак, он в виде травы, применялся для различных обезболивающих смесей. Так было, действительно. Это уже в 20 веке он стал применяться в большей степени, именно как в среду для производства наркотиков. Применяли его, в основном, конечно, как обезболивающий смесей. Вот, в 20 веке было обнаружено, что мозг человека, ну, собственно, когда стали исследовать, а почему действуют, как и сам, и опиумный, и производные его парфины, почему они действуют вообще обезболивающе? Было выяснено, что они по химической структуре похожи на вещество, которое сам мозг вырабатывает. Вот, вспомните пример из вашего детства. Вот вы ушиблись, вам кажется, что очень-очень больно, что просто вообще вот жить нельзя, да? К вам отходит мама и говорит, сейчас я подую, и у тебя все пройдет. Она дует, и все проходит. Вопрос. Реально, вы ударились, у вас есть механическое побеждение, у вас есть раздражение болевых рецепторов, оно не может пройти так быстро, а боль исчезает. Почему? Потому что вырабатываются эвнорфины. На самом деле, мама готовила вас к этому обману очень давно. Когда мама первый раз приложила вас к своей груди, она на вас смотрит, вы едите, у вас уже положительные эмоции, у вас выделяются эвнорфины, в этот момент она на вас смотрит, она же при этом дыхание не задерживала маму, нет. Она смотрит, на вас дует. Вот попробуйте сейчас, вот и сядут. Давай, попробуйте. Она на вас дует. На самом деле, да, есть такая хорошая китайская поговорка, и если вас ударят в глаз, вы не больно вскрикинете. Раз ударят, два ударят, а потом привык. Сколько раз в день кормят другого ребёнка? Триста назад уже, я не знаю, ответы очевидны. Много. Кто-то там кормит шесть, кто-то восемь, кто-то вообще показывал первому требованию. До какого возраста это происходит? Все. Ну, то есть, возьмём в среднем год по шесть раз в день. То есть, возьмём 365 дней, выходных не полагается, и по шесть раз в день. И получим с вами две тысячи, две тысячи случаев формирования условного рефлекса. Подули, точнее, сначала покормили, выделили синорфин и подули. По кормили, выделили синорфин и подули. Подули, выделили синорфин и кормить не стали. Так вот, на самом деле, вот этот обезболивающий эффект, он как раз возникает из-за того, что мозг сам в состоянии выделить вещества, которые его же и обманут, обезболят. Причём эти вещества, на самом деле, в несколько десятков раз сильнее того самого в Европе. На этом же основан эффект внушения. То есть, когда кипнотизёр говорит человеку, тебе больно будет. Человеку протыкают руку, и он ничего не чувствует. Эта цифолограмма показывает, что его мозг действительно на это больно реагирует. Почему? Подавилась активность всех болевых центров. И на самом деле, вот этот эффект, он очень важен. И когда стали исследовать, какая же пища вызывает наибольший эффект, всегда считалось, что такой эффект вызывает и на сладкая пища. Ну почему? Потому что материнский молоко содержит много достаточно сахаров, простых в виде галактозы, она рассчитывается, соответственно, это глюкоза, и достаточно быстро вызывает эффект. Но на всякий случай проверяйте разные пищи. Вот когда острая пища попала на язык у человека, оказалось, что уровень эндорфина, который при этом выделяется, намного лучше, чем в том случае, когда человек потребляет сахар. Да, простой сахар. И стали экспериментировать с разными веществами, обладающими острым вкусом, вот наибольший эффект оказался у капсалицина. То есть он вызывал настолько сильный выброс сандорфинов, что в то время было его причислить к наркотическим средствам. Но проблема заключалась в том, что он содержится в огромном количестве пищевых продуктов, пришлось бы как-то изъять из ассоциона. Вот, на самом деле, карьера капсалицина как обезболирующего средства началась тогда. В действительности, практически каждый из вас с этим капсалицином сталкивался в жизни. Начиная с советского времени, когда использовали ланимент перцовый для местного нанесения. При местном нанесении тоже эндорфина выбрасывается, не поверите. Причем, чем чувствительнее срода, на которую случайно нанесли, тем больше выбрасывается. Я помню одного своего знакомого, который на тренировке потянул поясницу, и придя в аптеку, значит, спросил, говорит, дайте мне что-нибудь такое, чтобы мышцы растереть. Ну, и ему дали этот ланимент. Он говорит, а так и в пульс. Ну, как, берете и стираете. Он, естественно, спортсмен, он инструкции читать не умеет. Вот, он вылил себе в ладошку. И вот так вот поясницу стал выстирать. А он же жидкий ланимент. Он же стекает. Это был на моей памяти первый случай. Это было на мурии. Причем это было время месяца температура. Воды была примерно 11 градусов. Это было на моей памяти первый случай, когда тяжелоатлет поставил сразу два рекорда. по бегу и по плаванию. Потому что сначала он где-то метров 400 бежал до этого моря. И после этого долго купался в очень холодной воде. Что характерно, даже не простудился. Самое удивительное в этой истории было то, что он в конечном итоге вышел. И когда, значит, все те слова, которые он на протяжении забега и заплыва продолжал произносить в адрес в работе за оптической космоса, когда они более или менее пришли в диапазон приемлемых литературных слов, его спросили, ну, вообще, спина-то болит? Он объявился и сказал, нет, слушай, прошло все. Ну, то есть, и все это было достигнут. На самом деле, действительно, большая часть мазей, которую люди применяют наружные, они тоже работают из-за того, что в составе есть коксалицид. Это тоже так. Плюс к всему, у коксалицида есть еще хорошее очень действие, укрепляющее стенки кровеносных сосудов. Одна из проблем, например, головной боли, это проблема повышенной проницаемости сосудов. Они очень легко пропускают вещество сквозь себя. Если у человека, например, в отдельных случаях это неплохо, в других случаях это очень негативно. Почему? Ну, например, если наша рука начнет отекать, ей же есть куда отекать. То есть, кожа растягивается. А если начнет отекать наша голова, у нее череп. Череп наружу не отпускает. Соответственно, у человека начнет повышаться внутричередное давление в таком случае. Поэтому многие препараты, они оказывают свои обезболивающие эффекты в отношении, допустим, головной боли за счет того, что стабилизируют стенки сосудов, делают их более прочными, более такими повышательных тонусами. И многие наверняка знают, что бывают такие головные боли, которые связаны с перепадами атмосферного давления. На самом деле, перепады атмосферного давления здесь имеют уже вторичную роль. Но тем не менее, вот это как раз головные боли сосудистого характера, которые связаны с расширением и повышенной проницаемости стенок сосудов. То есть, они начинают пропускать жидкость, соответственно, формируется отек, а поскольку это отек сосредоточен в замок и в пространстве, формируется сильная боль. И тот же самый корсцинцид весьма помогает. Поэтому многие люди нашли себе хорошее средство, у них и по поводу давления отъявляются тучки, начинает у них болеть голова, а они что делают? Они берут перец табаса, у них стакан томатового сока, все это там смешивают, выпивают или съевают просто что-то очень острое, и чувствуют, что головная боль начинает отступать. Почему? Потому что корсцинцид болезнен. И это тоже обезболивающее действие. Таким же очень сходным действием обладает экстракт горца перечной. Сейчас, кстати, кто скажет мне, как на Руси называли горец перечной, тот получит еще репрессив. Горец кичи. Вы что, у вас же даже на рекламном проспекте два отдельных пункта. Совершенно не опасно, если я сейчас угадываю, подсказываю, связано с народным названием геморроя на русском языке. По вашему на русском языке геморрой называли корвохлебкой. Даже стесняюсь, спасибо. Почему? Ну, есть версии. Кто знает, как на русском языке называли геморрой? Называли его на русском языке фу-чу-чу-ю. Именно поэтому я вам подказал, знаете, так совершенно не сомневаюсь. Никто, жалко, совершенно не выглядел, пока прияснили, все, тут еще вопросы. Называли его фу-чу-чу-ю. Все дело в том, что когда при геморрой, 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 раньше болезнью был практически смертельным. То есть, его оперировать не умели, а на грузах у человека было очень много физических, и зачастую они были такого характера, ну, очень большого, то есть, сверхусили. И это приводило к тому, что стенки вен растягивались, возникали геморройдальные узлы. Это неудобно, это болезненно, да, но в действительности это даже смертельно в те времена были. Почему? Кровотечение могли не остановить. Это венозное кровотечение, вот, которое приводит к достаточно большой потере крови. Поэтому лечение геморроя, фитотерапии, традиционно уделяло очень большое внимание. Так вот было установлено, что из этого самого растения, из вот этого горца, перечного, даже элементарный сок выжилки практически моментально останавливают кровотечение. Более того, у него оказалось еще и выраженное обезболивающее действие, то есть он обладал аналитическим действием. Наносили на рубленную рану из этого горца просто вот кашицу, и она не только кровь останавливала, человек практически через 10-15 минут переставал чувствовать боль в месте паренца, потому что было еще место аналитическое такое действие. Вот у этого самого горца. Но на протяжении долгого времени не могли понять, есть ли у кровоосстанавливающих действий или нет. В России половина людей делали исследования, и у них нормально свертывалась кровь. Как полагается, быстрее, чем нужно. А половина делала исследования, и у них кровь не свертывалась. И именно поэтому где-то до 60-х годов, 20-го века, препараты из горца использовали с переменным успехом. Потом выяснилось, что на самом деле ключевой фактор это сроки сбора. То есть до определенного момента там наличие вычета, которые сверху ускоруют, после этого, либо в результате неправильного хранения, они начинают разрушаться. Причем чем дальше, тем больше. Если взять прошлогодний, например, этот сбой, он уже вообще никакого просто кровоостанавливающего эффекта не имеет. А если взять свежий, то практически мгновенный эффект. Это привело к тому, что, собственно, появились препараты. Вы до сих пор, до сих пор в аптеке, можете найти препарат, он называется экстракт, горца перечного, как кровоостанавливающие средства, до сих пор применяются. Но, в действительности, вот эти исследования, они даже пошли на пользу этому. Почему? Потому что, социально выясняют, что он не только из-за кровоостанавливающего действия, он действует еще за счет того, что стенки вен укрепляют. Вы знаете сейчас категория препаратов отдельная венотоники. То есть, это препараты, которые стенки вен укрепляют, это, прежде всего, действия и просто расширения. То есть, сделают стенки более круглыми. И, на самом деле, мало кто знает, но это меняется не только при зарикозе вен нижней конечности. На самом деле, вот у нас, когда человек приедет, у меня, ему говорят, как жизнь, он говорит, слушай, столько геморроля, аж голова болит. Он, на самом деле, не сильно удаляется от медицинской подоплеки его головных болев. То есть, в действительности, есть варикоз нижних конечностей, да, это варикоз. Есть варикоз геморрогальных вен, это геморрой. Да, но в действительности, есть расширение вен головного мозга. Венозная недостаточность. И ее диагностируют у очень большого количества людей с хроническими головными болями. То есть, у них артерии кровь исправно приносят к мозгу, а вены, эту кровь обратно, очень плохо отдают. Потому что у них тонус недостаточный. То есть, они не работают. Как следствие, начинает скапливаться кровь в кровеносных сосудах и усиливается вот этот трансмуральный транспорт. То есть, через стенки кровеносных сосудов в окружающую кровь возникает отет, повышение внутречередного здоровья. Так вот, у горца, вот этого перечного горца, как раз было обнаружено действие сосудовокупляющего. То есть, он делает стенки вверх упругими и тем самым способствует увеличению дозного возврата. Поэтому, если головные боли сосудистого характера, его достаточно часто применяют. И здесь возникает интересная особенность. С одной стороны, он усиливает сервисную кровь в крови, а с другой стороны, салициловая кислота снижает сверхъемость крови. То есть, возможные побочные эффекты нивелируют друг друга. Но обезболивающие эффекты в том, в другом случае остаются, аналитизирующие эффекты. Вот такая интересная особенность. И, наконец, это вообще самая уникальная история, растения, болеголовные, которые применяют. Применяют. В основном, сейчас применяют для лечения экологических заболеваний. Не так давно было зарегистрировано, даже у нас, на территории Российской Федерации, было зарегистрировано несколько препаратов уже официально, извлечения из болеголовок для лечения некоторых видов сарковок. То есть, все-таки, люди не подменились, провели эксперименты, доказали, зарегистрированы. Это уже не было. Традиционно, на самом деле, болеголов применялся для лечения различных кормок ухолей, но одно из основных его действий, которое всегда заставляло его использовать как-то такое средство последней належности, зачастую болеголов давал обезболивающий эффект в тех случаях, когда даже морфиноподобные анальгитики у онкологических больных эффекты не давали. Я там наблюдал достаточно много, кстати, примеров, что люди, на которых уже переставали действовать стандартные анальгитики, переставал потом действовать трамадол, после этого морфин переставал действовать, люди начинали пить самостоятельно настойку болеголова. Я вам честно скажу, что людей, которые вы окончательно выздоровели, применяя ее, я не видел. Я видел достаточно много людей, у которых процесс метастазирования замедлялся, видел достаточно много людей, у которых останавливался процесс рост опухоли. Но у всех этих людей реально было одно. У них боли резко снижаются. Боли, которые ничем другим уже не купец. Причем это были механические боли. То есть когда ухо начинает расти, она начинает сдавливать ткань. Причем она давит на ткани, не разгоряя оки. То есть это ткани сосудистые, это ткани над костью, это костная ткань. Везде есть рецепты нервные. И соответственно есть препараты обезболивающие, которые могут куда-то добраться. Они до хорошо кровоснабжаемых областей могут добраться легко. До плохо снабжаемых выбирается соответственно по уху. И поэтому обезболивающий эффект он для разных тканей не одинаковый. Если вы, например, возьмете какой-то обезболивающий препарат недлохо действующий при сосудистой головной боли и дадите его человеку, которому, например, открыт перелом конечностей со смещением костных хранистов, этот препарат никакого эффекта на него не окажет. Почему? Потому что он плохо будет добираться до вот этих отдаленных предрежденных нервных рецептов после их памяти. Вот ум болиголову, который сейчас продолжают изучать и искать все больше и больше новых веществ, которые содержатся, вот у него похожие, там их еще не выделенные вещества, есть вещества, которые встают и проникают с плазмой крови очень глубоко. и соответственно вызывают обезболивающий эффект в тех случаях, когда другие обезболивающие вещества другие обезболивающие растения эффекты не дают. Таким образом, по сути, вот это сочетание салицин, содержащие растения, это малина, это вишня, это ива, они дают противовоспалительный обезболивающий эффект. Они нормализуют кровь крови, то есть разжижают. С другой стороны, разжижение крови и вишней дополняются достаточно активно. Плюс к всему лист малины еще содержит кофемоподобные вещества, то есть которые тонус сосудов улучшают артериальных. Плюс ко всему куриц содержит вещества, которые тонус венозных сосудов улучшают. И пока еще пусть не идентифицированные, но очень сильные обезболивающие вещества, которые содержатся в болигалуи крайне эффективные. Все в комплексе позволяют понять о том, что растения могут быть не менее эффективными анальгетиками, чем химически очищенные препараты. А в некоторых случаях даже более эффективные. И что самое главное, совершенно точно, с меньшим количеством побочных эффектов. Вот это очень важно. Если говорить о растениях, то в общем-то мне кажется, что я уже достаточно всего рассказал, чтобы вам было над чем подумать. Мне написали вопросы, которые вы хотели задать. Я прямо сейчас озвучил, поскольку мне сказали, что микрофон до зала все равно не дотягивается, поэтому сам буду озвучивать, сам отвечать. Побочные эффекты у чего? Я не специалист по конкретной продукции. могу сказать, о каждом отдельном растении очень много. Не могу сказать ничего конкретного о продукции. По причине того, что вы же все шифруетесь, у вас же патенты, секреты, исследования, разработки, которые стоят, я вам даже не скажу, что по-рубим, поскольку и секреты, если Сергей сказал по-секрету, сколько стоят эти патенты, я теперь каждый раз, когда боюсь что-то взбалкнуть тебя, вспоминаю, сколько это стоит, и понимаю, что? Не-не-не, я даже не говорить про них. Не буду. Что? Только у вас же как презентация, они еще не успели выглядеть. Вообще, потому что, что это иные чилинки чилинки. Ну, у перца чилинка. У перца чилинка? На самом деле, конечно, раздражающие эффекты есть. То есть, если у человека, например, гитероцитный гастрит, то есть, у него много выделяется желудочного сына, в чистом виде перца чилинка будет его протопоказма. Хотя, как я сказал, сам картоцицид обладает противоязвенными перецомами. Если в этиопечении никаких негативных эффектов от ни страны не оздоровит. То есть, специально проводили исследование, не влияет прекрасный перец негативно на течение каких-то антиологических заболеваний. Нет, оказалось, нет. Итак, вопрос первый, который был задан, что лучше таблетки гелей или дрожжей? Вопрос надо сказать для студента первого года, изучающего фруклоколонию. Что лучше? Ответ. А для чего? Для чего? Какое вещество? Все дело в том, что почему вообще существуют разные формулы к донесению и лекарственных вещества? Ну, во-первых, с целью безопасности. Есть те формы, которые лучше, если они, например, желудок раздражать не будут, они будут раздражаться в кишечнике, потому что там среда щелочная, например, если само вещество кислое, то в желудке он будет вызывать еще большее повышение кислотности, то ими, как в кишечнике, ничего плохого не будет. Второй, второй мотив, это то, что какие-то вещества в желудке будут разрушаться, а в кишечнике разрушаться не будут, в силу той же самой щелочной среды. Вот, например, эффективные препараты, если они попадут в желудок, они разрушатся до аминокислот, никакого эффекта не будет. Если то же самое вещество, допустим, в виде капсулы или дрожжа, попадет в тонкий кишечник, среда щелочная, то есть так ничего страшного с этим эффективом не произойдет. Наконец, существует фактор такой индивидуальный, потому что многие люди не могут глотать таблетки или капсулы, но при этом могут леденец рассосать или гель проглотить. То есть здесь на самом деле вопрос скорее в том, в какую цель преследует та или иная форма. Вот если говорить, например, оба леденца, это идеальная форма для сублингвального усвоения. Почему? Некоторые вещества, имеющие низкую молекулярную массу, они легко проникают через слизистую, в том числе через слизистую водовую полосу. Чем дольше они в этой полосе будут находиться, тем больше их часть проникнет в кровеносную систему. Вот эффективность сублингвального приема, то есть она где-то процентов только на 15-20 уступает подкожному введению вещества. И то по скорости воздействия, не по эффективности. Соответственно, скорость чуть меньше, но при этом никаких ранений, никакой возможности занести инфекцию и так далее. То есть в этом отношении если вещества, которые входят в состав, имеют низкую молекулярную массу, то им прямая долга в драже. Если они при этом еще не имеют какого-то выраженного противного вкуса, то сам Бог пылил засунуть в леденец, который человек будет рассасывать. Далее. Офе с добавками. Например, с древесными грибами. Это полезно или наоборот. Я так понимаю, для многих наболевших актуальный вопрос. Если говорить о древесных грибах, то на самом деле надо понимать, что это древесные грибы, а пятна тоже древесные грибы. И чата это древесный гриб, и существует масса других древесных грибов. Если говорить о тех грибах, которые чаще всего к нам привозят из Китая, это рейши, линжи, другие грибы, рога генодерма, это с одной стороны, ну тут надо понимать, да, мы, к сожалению, по китайской фармакологии, все эти рейты с вами имеем с одной стороны такое мистическое, таинственное представление, что там какие-то дикие секреты, а с другой стороны немного наивно гипертрофируем, то есть мы считаем, вот уж там-то на Дальнем Востоке, а там-то они точно во всем понимают. на самом деле надо понимать, что у каждого народа есть своя такая-то профессия. Я вам честно скажу, как человек, который изучал китайскую фармакологию, я вам честно скажу, что там тоже достаточно, ну, как бы, трезвых людей достаточно спокойное отношение к этой фармакологии. Они понимают, что она работает, они понимают, как она работает, и они ей пользуются. Но у них нет о том, что они считают, что только китайские травы или сгибаниями нужно все выжить. И вот, на самом деле, лечение грибами, вот этих грибующих представлений, в китайской фармакологии разделяется очень нежного векса. То есть, эти грибы, для условий, применяются в качестве адаптогенов, в качестве общего грибующих средств, но применяются не часто. И, что самое важное, нас очень часто дезинформируют о дозировках приемов. Вот это самое как-то печальное, потому что, когда говорят, что тот или иной гриб содержит вещество, стимулирующее клетки иммунитета, это вот, ну, так нам говорили все время на занятиях медицинской статистике, да, что существует три разновидности лжи. Первое, самое милое, это когда вам просто откровенно врут в глаза. Это самое какое-то такое пустячок. Второе, это когда вам не говорят сей правду. Ну, то есть, как говорят правду, но при этом не все. И третье, самое защитное, это медицинская статистика. Потому что медицинская статистика, классический пример, да, 9 из 10 умерших от рака ели огурцы. Значит, огурцы надо запретить как канцерапин. Вот это статистика. И вот, когда, на самом деле, говорят о том, что вещество это содержится, это вот как раз такая полуправка. То есть, вещество-то содержится, просто действующая доза этого вещества, допустим, того же перфорина, она содержится примерно с 30 килограмм этих грибов. Разовый грибов. Да, и, соответственно, когда говорят, что, допустим, сушеные грибы, добавленные в кофе, надо понимать, что вагон этого кофе даст разовую дозу. Да? Почему? Потому что, когда делают препараты, туда добавляют не грибы, туда добавляют выделенные из них вещества. И вот это разные вещи. То есть, здесь, боюсь, что речь идет о том, что добавили немного грибов, что, в принципе, конечно, не сделано. продукт, наверное, хуже, чем его могут быть любой. Ну, в общем, как-то и особых каких-то преимуществ это тоже для талоников. Ну, за исключением, наверное, людей, которые к тебе иному выращивают. Вот. Значит, дальше вопрос такой, как вы вообще относитесь к биоактивным продуктам? Ну, здесь несколько сложновато, потому что любой продукт по обновлению биоактивен по причине того, что мы его едим, и он на биологию нашего тела, как или иначе, в реерах. Да, если говорить о биологически активных добавках, я лично к ним отношусь хорошо. Почему? Потому что рацион человека на самом деле меняется, меняется не в лучшую сторону. И все больше и больше становится категорией веществ, которые должны содержаться у нас в рационе, но там не содержатся. Да? Начиная от совершенно банальных веществ, перчатки, которые сейчас уже современные в рационе присутствуют, дай бог, если одна десятая необходимого количества, да? И заканчивая огромным количеством микроэлементов, вот статистика, самая такая мягкая медицинская статистика с задержанными пазировками, она говорит о том, что порядка 70% населения только нашей страны имеют дефицит витамин. Соответственно, вы понимаете, что в исследовании принимало участие не самое плохо питающиеся участие населения нашей страны. То есть люди, которые, в принципе, смогли открыть дверь, когда у них что-то спрашивали. А существует же категория людей, которые этого не делают. Поэтому я отношусь к ним хорошо. Я плохо отношусь к некорректной рекламе биологически активных добавок и хорошо отношусь к ним самим. Значит, многие компании продвигают монопродукты как панацею от всех болезней. Например, алоэ, асаи, нони и т.д. Это миф или реальность? Я вам скажу одну историю. Сок нони делают, как вы знаете, из плодов дерева нони. Вы знаете. это так называемое сырное дерево. Вы знаете, почему вы это назвали? Потому что запах этих плодов сильно напоминает запах сыра. Причем не нашего какого-то Костромского, а того самого, от которого обычно начинает слезиться в глаза. Ну, то есть, иначе говоря, запах казарбинный в ассортименте. Ну, то есть, запах таких вот приелых портлян. Если уж совсем. И росли очень летнее время на островах Новой Гриней вот эти сырные деревья, и их плоды составляли един, ну, один из немногих продуктов, который был доступен местным в жизни. До колонизации этих островов Франции. Вот до колонизации этих островов Франции средняя продолжительность жизни людей, питающихся плодами в Нигерии в Ноге была меньше 35 лет. То есть, прямо скажем, на фрукт долгожителей явно не тянет. Да, 30 лет. После того, как пришли французы, они привезли туда картофель, они привезли туда другие пищевые культуры, буквально через 50 лет средняя продолжительность жизни увеличилась до 50. То есть, в рамках одного поколения, которое стало нормально питаться. Это даже не в том смысле, что сами эти плодники или Ноги они какие-то там неплохие, неплохие. Суть не в этом. Суть в том, что самый прекрасный плодник человек будет кормить его только кольным женщинем, он тоже умрет. И тоже достаточно скоро. Почему? Потому что у человека питание это деление умбиц. Если мы говорим о добавке питания, они тоже должны быть умбиц. На самом деле ни одна фитотерапевтическая традиция, ни китайская, ни индийская, ни европейская, никогда не делала ставку на одно единственное растение. То есть, их всегда сочетали в комплексе. Почему? Потому что они потенцировали действия друг друга, то есть, усиливали и дополняли, а с другой стороны нивелировали негативный эффект, побочий эффект. Поэтому я, если честно, в моно продукты не верю и считаю, что это тубиковая история найти какой-то один уникальный продукт. можно найти пять, десять, сто, смешать, получится замечательно. Но вот какой-то один до сих пор такого найдено не было. Даже те же китайцы, которые большие любители всегда были, найти какую-то панацею. И то вы возьмете любой фитотерапевтический сбор китайский и увидите там позиции примерно от 20 до 50. стихи. Вот. Ну, собственно, там был еще один вопрос у меня. Но он был так написан. Может препарат дрожжер стол? И все. Винимое, я должен сказать, что может. Но что именно может не могу сказать, по причине того, что вопрос не дописан. А может? Поэтому ничего... Паста закончилась. А? Паста? Нет, здесь просто закончилась. Просто. Человек, видимо, так хотел спросить. Может? Может. Мне сказали, что нет. Только я-то на ней себе отвечать. Не просто свежу, как в полу. Я каким вопросом это сказал? Спасибо. Если Вы ответили в ответ, что инищество состояния человека на 100% зависит от психологических состояния. Моэль, согласны с этим? Размейте? На самом деле ответ на этот вопрос стал еще известным своим чудесным. У него был такой весьма идеалист. Ну, тогда было популярно, что дух превалирован в материи и так далее. Вот Гельцин в своем случае чудесно написал. Он написал, господа, вольно вам говорить о превосходстве духа над материей. Если хотите убедиться в обратном, просто наденьте тесные сапоги и походите денек. Очень верно. Пока человек все хорошо сделал, он очень много может говорить о превосходстве духа над материей. Если ему взять и сломать, например, ногу, он сразу убедится в обратном. Что какое-то состояние тела прямо там, ну, как-то очень влияет на состояние духа. Я думаю, что в человеке все настолько тесно взаимосвязано, что главное, никто никогда не объясняет. Более, Господи, я говорю. Вот. Засим прощаюсь с вами. Искренне вас. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...